У нас ночь У нас ночь Сиди-ка в порошок А во ртуке у него травка Вот штука там Да, действительно, здорово Убирайтесь вон Я же принес письмо от вашего бывшего управляющего Убирайтесь вон отсюда Дяденька, возьмите письмо Передайте его А здесь внизу подожду Ну, пожалуйста Как же, держи карман Есть у барина время ваши письма читать Савелий Петрович, как папа место найдет, так отблагодарит вас Ей-богу отблагодарит Машутка больна Умирает Есть нечего Ну, пожалуйста Убирайтесь вон отсюда Скорее к черту Чтобы духа вашего здесь не было Все так и в самом деле было Прогнал И захлопнул дверь И меня по затылку Там борщ есть От обеда остался Поели бы Только холодный Разогреть-то нечем Тихо, тихо Тихо, 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 тихо. Тихо! Я хочу спать. Куда ты? Все равно. Сиденьем ничему не поможешь. Пойду я. Хоть милостыню попробую поросить. Пойду я. 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 Вот бы лечь и заснуть Забыть о жене, о голодных детях, о больном, о шутке Чем погибать медленнее, не лучше ли избрать более краткий путь? Вы позволите здесь присесть? Денёк-то какой чудесный, тепло, прямо празднично, не находите? А я, знаете ли, хотел ребятишкам знакомым купить подарочки, но не утерпел, заглянул в сад. Уж очень здесь хорошо, не правда ли, сударь? Подарочки, подарочки, уж больно здесь хорошо, а я, у меня, милостивый государь, дома детишки с голоду подыхают, а у жены сегодня грудное молоко пропало, и ребёнок ничего не ел с утра. Подарочки. Подождите, подождите, не волнуйтесь, расскажите-ка мне всё по порядку. Может быть, мы вместе что-нибудь придумаем для вас? Ну что ж, слушайте, слушайте, ничего хорошего вы всё равно не услышите. И вот, значит, осторожно, заболел брюшным тифом, а когда вернулся на работу сюда, узнал, что моё место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Понимаю. А теперь, маршрутка тяжело заболела, и денег на лечение совсем нет. Крепитесь. Ваше счастье, что вы встретили врача. Я, конечно, ни за что не ручаюсь, но грех не помочь хорошему человеку. Сюда? Да. Я, конечно, ни за что не ручаюсь, но грех не помочь. Ну, полно вам, голубушка. Дайте-ка нам взглянуть на больную. Так. Доктор обещал нам помочь. Ну-ка, откроем ротик. Вот, умница. А, а, скажем, а. А, а. А, а. Умница. Ах, молодец. Да, 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 да. Ну-ка, дайте нам ручку. Дайте нам ручку. Так. Угу. А. Угу. Угу. Все будет хорошо. Вот так. Угу. Все? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну. Все? Все. На поправку пойдем. Угу. А вы, голубчик, сходите-ка в лавку. Купите чаю, булок и все, что душе угодно. Держите три рубля. Ступайте, ступайте. Ступай. Все будет хорошо. Угу. Ну. Ну. Хе-хе-хе. Ну. Встать хочешь? Встань, встань. Встань. Вот так оказывается. Этот котенок парадный так жалобно мяукал. Я осмелился его пригласить. Смотри. Не возражаете? Нет, конечно. Как скажете. Тем более малютки с ним заметно лучше. А? Ха-ха-ха. Хороший. Хороший. Смотрите, какой красивый. Здорово. Хороший. Володя, пойдем. Смотри, какой котенок. Спасибо, доктор. На здоровье, мир. На здоровье. На здоровье. С этой бумажкой пойдете в аптеку. Давать по две чайные ложки три раза в день. Это вызовет у малютки отхаркивание. Загревающий компресс продолжать. И даже если Машеньке станет лучше, я советую вам обратиться к доктору Афросимову. Он дельный врач и очень хороший человек. Ну, а за Сим позвольте откланяться. Не теряйте бодрость духа, господа. А зеркало можно открыть. Спасибо. Можешь рукой. До свидания. Доктор, доктор, постойте. Скажите мне ваше имя, доктор. Смотри, как солнышко нам улыбается. Пусть вот и мои дети будут за вас молиться. Ай, пустяки. Оставьте это. Вот еще. Посмотри, это же чудо, доктор. Пойди к врачу. По рецепту профессора Н.И. Пирогова. Гриш, а кто такой профессор? Ну, это такой человек, который... Который способен совершить чудо. Получается волшебник? Ну, можно и так сказать. С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал работу. Машутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор, когда его перевозили мертвого в его собственное имение вишню. Да и то не его видели, потому что что-то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok